Ммм, Брама! Самое настоящее ностальжи, можно даже сказать вкус детства, ну в смысле юншества, потому что именно с этого пива начался мой алкогольный стаж. О боже, Брама, Брама, пиво было класс! Вообще мне всегда импонировала латиноамериканская культура, потому что глядя на их музыку, танцы, вот эти пышные карнавалы, невольно понимая, что эти засранцы чего-то знают. Они, как никто другой, умеют кайфовать и брать от этой жизни всё. И это пиво тоже не исключение, настолько оно было лёгким, освежающим, прикольным, но, но, это была минутка ностальжи, потому что когда я последний раз пробовал это пиво, я был вот таким 18-летним щеглом, который ничего не знал о пиве от слова совсем. Сейчас же настало время заценить его по-настоящему. 4-8% алкоголя, 10% плотности, открываем и пробуем. Аромат слабой насыщенности, довольно простой, наполовину солодовый, наполовину хмелевой. Ваше здоровье. И первое, что хотелось бы отметить, это мягкая газация. Она между слабой и умеренной, абсолютно не кусает нас за язык, и мне это очень нравится. В целом пиво обладает солодовым телом, слегка оттеняющим такой небольшой сладкой ноткой, которая достигается благодаря добавлениям несоложонки. А в качестве несоложонки здесь используют кукурузу либо рис. Ну, у нас, насколько я помню, рис. Если не прав, можете меня поправить в комментариях. А финиш у этого пива довольно скоротечный, сухой, едва заметный, наполовину солодовый, наполовину хмелевой. Очень легкая, питкая, сбалансированная, даже водянистая, но, что важно, я здесь не чувствую вкуса воды. И в целом это пиво из серии вечериночных вариантов, наряду с короной экстра. Короче говоря, минеральная водичка со вкусом пива. Однако, если вы любите такое суперлегкое пиво, то этот вариант, в принципе, окей. Потому что предыдущий вариант Балтика 7 мягкая, я забарковал, а вот это вполне себе ничего. Ах да, забыл упомянуть, это все при условии, что вы ее будете пить очень холодной. Иначе, в противном случае, даже в охлажденном виде, это будет моча ослина. Ну, а если вам понравилось это видео, не забудьте отблагодарить лайком, напишите свое мнение в комментариях. Ну и подпишитесь, если вдруг каким-то чудом не подписаны. С вами был Алан. Как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. До новых встреч, пока!